Мария Георгиевна, о ваших интенсивах входит очень много восторженных отзывов в интернете. Расскажите, пожалуйста, об уникальности своей методики. Дело в том, что она построена и была, как в свое время сделана, мной в момент, когда у меня была большая трагедия, я потеряла голос. Я в это время была студенткой консерватории, работала в детской хоровой студии юной ленинцы у своей мамы, и я понимала, что без голоса я лишаюсь специальности. И в этот момент я просто обнаружила такую простую вещь, что нет нормального не просто учебника, а вообще нет литературы на тему вокала, именно которая может поднять из ничего голос. То есть, например, какие-то советы, методики, как работать с голосом есть, но, извините, в моей ситуации мне это не помогало. И поэтому в этот момент я просто стала смотреть с точки зрения науки, потому что мне надоело слушать дурацкие советы. Типа, помолчи, дедушка, когда-нибудь голос вернется. Я там до слез все это было. И я просто поняла, у меня неплохое физико-математическое образование школьное, ну, обычное школьное, в принципе, но у меня вот склад ума такой. И я в этот момент подумала, что, ну, в принципе, все протекает по физике, да, в этом мире. Почему мне не посмотреть с точки зрения физики? Но когда я стала смотреть, например, физиологию с точки зрения физики, я обнаружила такую науку, называется биомеханика. Это гениальная вещь, но если тупо, совсем просто объяснить, то это просто как работает в организме все с точки зрения физики. И это очень многое объясняет, потому что если это смотришь с точки зрения, например, медицины, то ты концов никогда не найдешь, потому что это структура. А структура, как известно, она, собственно, появляется только когда тебе нужна какая-то функция. Например, ноги появились, потому что надо было ходить, руки что-то надо было брать. И то же самое по поводу голоса и его звукообразования, то есть просто, ну, реальных моментов, что, зачем идет и как этот голос появляется. И когда я проанализировала это, я поняла, ну, вообще все эти детали, я поняла, что либо, ну, две причины, либо люди, которые в музыке, они не очень, мягко говоря, понимают, что на самом деле с физикой творится, либо второй, более неприятный момент, но думаю, что, скорее всего, это он. Это что, ну, например, сто лет, двести лет назад кто-то, кто, вероятно, держал в руках вот это обучение, а, как известно, много-много там столетий назад, ну, не так уж много, в средние века, все музыкальное образование, в том числе обучение пению, держалось в монастырях католической церкви. И, ну, тогда разные церкви, там, сложно сказать точно, католическая или какая-то, но какие-то церкви, которые инквизицию как раз вот как бы ввели. И в тот момент, скажем так, если человек пел и копал грядку, он попадал на костер, потому что он пел ни Богу, ни в церкви, и ему не разрешил никто. И вот у меня ощущение, что то, что тогда поменяли, то есть чтобы люди обычные, вот когда потом, после инквизиции, пошло время, когда стали петь на улицах, да, ну, там, бродячие музыканты и так далее, уже другой период пошел. И вот в этот момент люди, которые владели технологией реальной постановки голоса, потому что они же набирали мальчиков, например, с нуля вообще, ну, детей, и с них делали шикарные хорр мальчиков, которые славились, там, Испания, допустим, и так далее, потому что у них технология была. Я так думаю, что они поменяли причину следственной связи и решили просто уничтожить это. И, например, опора, например, там, диафрагму – это следствие, а не причина. А в нашей сейчас вот классической так называемой школе все почему-то считают, что это причина. А я могу за две минуты доказать, даже за минуту доказать, что это следствие. А вы сами знаете, что если следствие ставить во главу причины, то у нас не получается продукта. Ну и в результате, когда я это изучила, первым моментом, который доказал правильность моей технологии, я не могла даже говорить толком. И когда я уже начала говорить хоть как-то, я сделала такую интересную вещь. Я набрала, я как раз у мамы была в этот момент работала, я набрала уже после 10 сентября, потому что у меня были проблемы, я лечилась, пыталась что-то сделать. Я набрала 50 детей с 6-летнего возраста, дошкольного, которые вокруг музыкальной школы уже в мае их разобрали, вы же понимаете. И там были все непоющие дети. Ну, то есть они вообще в ноты не попадали. И в этот момент я на них решила попробовать то, что я разузнала. Я дала элементарные упражнения, и я была потрясена, когда они через час, через два начали попадать в ноты. К тому же я поставила детей, то есть вместо того, чтобы сидеть на стульчиках, я их поставила. А детям очень нравится двигаться. Они стали, просто делая какие-то упражнения, передвигаясь по залу, делать все в 10 раз быстрее, веселее. Я научилась как бы с молодую контролировать большое количество детей. Самый большой хор, который я сделала, это был в Тропарево. Ну, конечно, я его делала не одна, но я была художественным руководителем этого проекта. Было 5 тысяч детей. Можете себе представить. Все куда-то гибут. Да. И мы начинали, конечно, с полутора тысяч и дальше. То есть вот такие проекты. И кончилось это тем, что эти дети, они к декабрю пели так, что все дети, которых набрали в подготовительные музыкальные школы и их руководители, они не понимали, что происходит. То есть настолько они круто пели. Ну и все, это мне тут же доказало, что я права. При том, что я им голосом вообще ничего не могла показать. Я восстанавливала голос. Я пела, конечно, уже потом каким-то голосом, но он мне не то, что не нравился. Я просто с ужасом слушала, как я пою. С ужасом. И дальше я просто выбирала, например, в хоре хорошего ребенка и говорила, вот пойти как он. Ну и дальше объяснял пальцами. И это позволило мне сделать стройную систему упражнений, которые ставят на место причины следственной связи и дают моментальный результат. То есть как только человек что-то в голосе делает правильно, у него тут же появляется голос. Вот прям в ту же секунду, а не через 100 лет. Как, знаете, учат, занимаются там по 5 лет, ну вот в студиях обычных, где просто люди деньги платят. С каждым годом у меня просто я уточняла упражнение, уменьшала. И вы знаете, я в результате за 30 лет я это сделала все в такую стройную систему, очень простую. Причем на самом деле она, конечно, сложная. Но я ей придала вид очень простой. Для педагогов, например, нужно очень круто соображать. Для студентов она выглядит простой. Ну а дальше нужно каждое упражнение сделать настолько идеально, точно, чтобы был результат. И самое смешное, что чем дальше, тем больше результат в одной и той же группе может заниматься с одними и теми же упражнениями ребенок, который не поет. Ну, допустим, еще. Человек, который вообще никогда не пел и оперная певица. Потому что каждый в этом упражнении будет делать свою задачу. А петь они могут вместе. Ну, то есть вот я считаю, что, вот честно, вот не хвалюсь, но я считаю, что это совершенно гениально. Потому что это просто, потому что это работает, потому что это механика и потому что там нет вот этого, знаете, вот если ты подумаешь и нажмешь на диафрагму, то через два года, может быть, запоешься. Спасибо. Спасибо. Спасибо.